Теряются бамперы, пробивают собаки, автобусы не могут проехать, не говоря уже о легковых автомобилях. На настоящую полосу с препятствиями похожа дорога до посёлка Нагорный в Петропавловске. Люди бьют тревогу, так как доехать куда-то почти нереально. Люди ломают машины, ломаются бамперы, поддоны, двигатели сносят. Днище там, конечно, тоже деформируется однозначно. Ходовая часть убивается. И всё это, конечно, потом выльется в конечном итоге в хороший ремонт. Проваливаются автобусы, большегрузные автомобили, в том числе страдают и легковые автомобили. Очень часто прокалываются колёса, потому что загадочные предметы выходят из-под земли. Пробиваются запчасти, двигатели, теряются бампера. Бывает невозможно выехать из дома. Крайне сложно заказать такси в данный населённый пункт, потому что сразу идёт двойной тариф за плохую дорогу. В пыли, в грязи, нам бы танки ещё дать, нам бы больше ничего не надо было. Вот и всё. Вот так мы и живём. Всё это время людей вполне устраивала их грунтовая дорога. Но в этом году ситуация изменилась. Жизнь жителей посёлка осложнил строящийся рядом логистический центр для запасов на случай ЧАЭС. Гружённые КАМАЗы, которые работают на стройке и ездят туда-сюда, разбили и без того некрепкое полотно. Активно вывозит грунт и разбивает дорогу. Сама была свидетелем, как КАМАЗ сломал стойку. То есть, сами понимаете, в каком состоянии находилась дорога. Дорога у нас, конечно, проблемная. И ещё пока не началось строительство логистического центра, дорога, в принципе, была, ну так, скажем, терпимая. Каждый год её более-менее нас, подрядчик, её реанимировал. Но так как сейчас стали ездить КАМАЗы, и дорога превратилась ужасно. У нас вчера автобусы полдня не ходили, потому что по этой дороге невозможно ехать. Едешь как по военно-грузинской дороге. Сейчас начали отсыпать её, но отсыпают гравием, и оттуда уже сочится вода. Прямо вот яма сейчас проезжала, поэтому нужно решать кардинально. Мы понимаем, что с этой дорогой действительно она проблематична, потому что близко к грунтовой воде. Для того, чтобы делать асфальт, ну, нужно вложить сюда огромные деньги, и проектная документация, и сама дорога. В принципе, нас устраивает наша грунтовая дорога, но её нужно хорошо отсыпать, сделать ливнёвки. Жители посёлка массово жаловались на состояние дороги в городскую администрацию, и не зря. 20 мая приехала техника, которая занялась ремонтом. Производится выемка грунта, отсыпка и грейдирование отдельных, наиболее сложных участков. Причём, как отметили в мэрии, дорогу приводят в порядок муниципальный подрядчик и организация, занимающаяся стройкой. Застройщик осознаёт масштаб трагедии и проводит ремонт за свой счёт. Подъездная дорога к посёлку Нагорный. Ежегодно у нас возникают проблемы, но, правда, в более мелких, скажем так, масштабах, на одном-двух участках. Появляются пучины, линзообразования. Достаточно интенсивное грузовое движение. Связано это с тем, что работает около посёлка представитель Росрезерва, строит свои объекты. Поэтому, ну вот, ситуация та, что вчера жители уже нам несколько обращений прислали о том, что нужно восстановить дорогу, привести её в порядок. Сегодня мы встретились с представителями Росрезерва, которые любезно предоставили нам материал. Вот сейчас идёт за моей спиной выемка, получается, грунта там, где есть пучины, и закладка нового скального грунта. Перевозка грузов, сейчас идёт отсыпка, вертикальная планировка, большетонные машины ходят, валится дорога. Мы понимаем, что она нужна местным жителям, и нам дорога увидимся, и она нам промокает, намокает, нет дренажа, и идут линзы снизу. А мы, нам дорога нужна, и мы вынуждены её ремонтировать за собственные средства. Но жители Нагорного не особо рады. Люди уверены, что дорога будет в ужасном состоянии, пока будет вестись стройка, ведь большегрузы будут и дальше разбивать её. Мало уверенности, потому что тут же они засыпают скальным грунтом, и тут же появляются новые ямы, новые траншеи. Вы видите, камазы пройдут, 5-10 камазов пройдут, всё, опять эта земля взыблена. Поэтому это не решение, конечно, вопроса. Вопрос нужно решать кардинально. Но в мэрии говорят, что всё под контролем. Мы стараемся следить за этой дорогой, понимаем её проблемы. И я очень надеюсь, что не в далёкой перспективе мы тоже её приведём в порядок, как это сделали на дорогах, подъездных дорогах Чапаевки-Дариновки. Масс-Медиа-Ньюс следит за развитием событий. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова